Приветствую вас, Ольга. Я бы хотел разобрать вопрос, который вы задаете, и помочь вам и вашему молодому человеку, возможно, справиться с проблемой, с которой вы столкнулись сейчас. Начать стоит, наверное, с того, что доверие, на мой взгляд, вы понимаете не совсем верно. То есть доверие для вас, это когда есть полная открытость, когда есть полное понимание, когда есть полная откровенность. Доверие для вас выражается именно так. Но на самом деле доверие не заключается в полной открытости. Доверие заключается в том, что человек верит в себе, своим чувствам, своим эмоциям. Вы говорите о том, что мужчина вам наврал. И это, конечно же, не есть хорошо. Ну, это, в принципе, да, в принципе, не может быть хорошо. Это понятно. Мужчина вам наврал, мужчина вас по факту получается там обманул. Вот. И вам теперь сложно ему доверять. Но! Вы приняли решение взаимодействовать с ним дальше. Вы приняли решение быть с ним. А теперь, получается, отказываетесь от этого решения. То есть, вроде как, вы сперва решаете с ним быть. Вроде как. А потом вы начинаете все-таки требовать. От человека того, чтобы он вам что-то рассказывал. Воспринимая его нежелание так делать, как тот факт, что он что-то скрывает от вас. И вам, скорее всего, болезненно ощущается тот факт, что он может, человек, что-то от вас скрывать. Вот. Мне кажется, что вам очень важно спросить себя. Почему? Почему? Вам так болезненно? Почему вам так тревожно? Причины кроется от того, что человек вам чего-то не рассказывает. Причины кроется в той боли, которую вам причинила его ложь. Причины кроется в тех чувствах, которые причинила вам его ложь. В том негативе, который вы испытали из-за этого. В том, может быть, страхе, который вы чувствуете теперь перед лицом возможной лжи. Но правда заключается в том, что стремясь к полному доверию человекам, вы снимаете ответственность с себя за свои чувства. И пытаетесь таким образом добрать то, чего вам не хватает, что вы нуждаете через своего мужчину. Например, это страх измены, ревность, страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие в должной степени самореализации. То есть все то, что вы хотите от своего мужчины. Все то, чего не хватает вам. И вот именно с этим, с тем, чего не хватает вам, с тем, чего вы боитесь, и нужно работать. Нужно исследовать более подробно этот момент. Смотрите, вы пишите, у меня с моим главным человеком дарник вопрос недоверия и недопонимания. Понимаете, здесь какая штука? Вопрос недоверия и недопонимания может возникнуть только со стороны кого-то. Например, с вашей стороны. То есть вы перестали человеку по ряду причин доверять. Вы пишете о том, что человек вам кое в чем соврался. Но вы не раскрываете того, в чем именно он вам соврался. Вы не говорите об этом. А ведь это очень важно. Это очень важно, потому, что для вас, именно для вас, это бронё, его бронё, оказалось фатальным. В том смысле, что именно оно подорвало ваше доверие молодому человеку. Ну, вообще, надо сказать, что если что-то может доверие подорвать, то, скорее всего, его, то бишь, доверие, никогда и не было. Потому что, знаете, условное какое-то, какое-то получается доверие. Вот, пока ты, эм, чего-то не сделал, пока ты чего-то не сделал, я тебе верю. Как только ты что-то сделал, я перестаю тебе верить. Ну, на мой взгляд, это не доверие. Это, скорее, очень сильный ориентир на человека, ну, в отношениях с ним. Дальше, нам по 23. Мы с ним три года вместе, живём уже два с половиной года. Где-то семь или восемь месяцев назад выяснилось, что парень не врал кое в чём. Мы обсудили это, решили продолжить отношения, но, соответственно, моё доверие к нему подорвало. Понимаете, если ваше доверие к нему подорвалось, как вы говорите, это означает только одно. Но это означает, что вы не обсудили в полной мере то, что вас беспокоит. Вы не раскрыли в полной мере причины, по которым человек вас обманывал. В противном случае волчное доверие бы к нему не подорвало. Ну и, как я уже сказал, недоверие почти всегда происходит потому, что человек не доверяет сам себе. Человеку как будто бы нужен кто-то, чтобы чувствовать себя лучше. Но на деле получается лишь только такая вот зависимость, по сути. Поэтому я бы здесь раскрыл бы всё-таки предмет обмана, я бы раскрыл его суть. Я бы раскрыл, как вас конкретно задел обман. Как вас задел обман. Чем вас задел обман. Вот. Я бы раскрыл эти моменты. Потому что мне они, кажется, важными. и даже очень важными. Дальше. Вы пишите, мы решили продолжить отношения. Вот знаете, что значит вы решили продолжить отношения. Что значит вы решили их продолжить? Вы хотите продолжать отношения с ней, например, с ним точнее? или нет? Или нет? У вас есть чувства к человеку? Или нет? А то странно получается. Вы решаете, вроде бы, вы решаете отношения продолжить, но все равно не доверяете. А для чего же тогда вы отношения продолжали? Ну, с какой целью в таком случае? То есть, если у вас есть чувства к человеку, то они, по идее, бы не изменились. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Ну, получается, в общем, несколько противоречивая история. Противоречивая ситуация. Дальше. Так, его поведение, это недоверие еще больше разогревает. Ну, здесь надо сказать, что вы перекладываете ответственность с себя на человека. Потому что любое его действие, если вы испытываете недоверие к нему, любое его действие приведет к тому, что вам будет, ну, подкрепляться ваши мысли. при том, что сами они, я имею ввиду ваши мысли, сами, не являются такими уж плохими. То есть, вы чего-то боитесь, вас что-то беспокоит, и за этим, скорее всего, есть что-то реальное. За этим, скорее всего, есть что-то, ну, что-то настоящее. Это правда, но это настоящее относится, опять же, к вам, к вашим страхам, а не к самому мужчинам. Такой, эээ, такая вот дифференциация здесь имеет место быть. Я всегда вечером спрашиваю, как дела и что он делает днем, или же он же почти никогда не дает ответов, всегда ощутивается и убегает от ответа, и так происходит постоянно. Я думаю, что очень важно все-таки понять цель того, что вы у него спрашиваете. Если человек, например, не хочет говорить, то почему надо его заставлять? То есть, если вы спрашиваете это ради него, если вы делаете это для него, то принуждение выглядит, мягко говоря, странным. Ну, принуждение человека к тому, чтобы вот рассказать вам. почему он поступает, ну, почему он делает то или иное. То есть, ну, тут вот мне кажется, эээ, все очевидно. То есть, вы, на мой взгляд, на мой взгляд, повторив, на мой взгляд, вы путаете здесь причину и следствие. для чего вы хотите узнать, как человек, ну, провел день. день. Вообще. Знаете, если вам просто интересно, если вам просто интересно, то опять же, ну, 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 не будете, не будете, вы, эээм... принуждать человека к тому, чтобы он вам обязательно рассказал, обязательно рассказал то, что он делал. Как, как, когда и с кем. А так получается, что вы праздниваете слёты у него в расчете на то, чтобы чем-то убедиться, может быть, самой. Но, так или иначе, человеком это всегда чувствуется, то есть мужчина всегда чувствует, что вы спрашиваете не для него, например, а спрашиваете, возможно, для себя, и поэтому, может быть, он не хочет вам ничего рассказывать. Но и вас в этом контексте тоже можно понять, потому что вас что-то, ну, беспокоит. Но лучше, если вас что-то беспокоит, лучше, если вы будете говорить об этом прямо, а не спрашивать у него что-либо. Потому что, как вы говорите, что паранойя есть у вас, так и у него возникает, ну, или может возникнуть точно такое же чувство. Паранойя. Просто из-за того, что вы вроде бы делаете что-то одно, а чувствуется так, как будто вы делаете что-то другое. Вот. Чувствуется так, как будто вы делаете это совсем для других целей. И вот это, наверное, самое неприятное здесь для молодого человека, именно поэтому он и не рассказывает вам, именно поэтому он не говорит вам, именно поэтому он закрывает. Кстати, ложь изначально его вранье может быть связана как раз таки с тем, что человек не принимает себя и свои желания такими, какие они есть. Так, из-за этого мои вопросы, из-за того, что он не отвечает, продолжается, типа, где вы были, а что там было, а что рассказывали. Вы говорите, что ваши вопросы продолжаются автоматически, но разрешите вам возразить и сказать, что ваши вопросы не могут продолжаться автоматически. Вы это делаете, потому что вам хочется. То есть, грубо говоря, это ваш выбор так поступать. Это ваш выбор продолжать задавать эти самые вопросы. Я не говорю, что вы делаете что-то плохое. Я не говорю, что вы поступаете как-то плохо. Я не говорю об этом, нет. Но я хочу сказать, что вы здесь не аутентичны в своей позиции. Вы не аутентичны в своих чувствах. Вы одни чувства путаете немножечко с другими чувствами. Одни желания вы путаете с другими желаниями. И это тоже может быть следствием проблемы. Дальше. У меня нет никаких намерений его допросить. Просто мне действительно интересно. Вам интересно настолько, что вы фанатично его допрашиваете. Если вам интересно настолько, что вы фанатично его допрашиваете, то, может быть, стоит спросить себя, «А почему мне настолько интересно то, что я мой молодой человек?» Почему мне настолько это интересно? Из чего проистекает мой интерес? Как он проявляет мой интерес? Мне кажется, что подобная позиция могла бы вам помочь. Несколько более полно разбираться в себе, в своих чувствах. Дальше. Он сам никогда ничего мне не говорит. Ну, он сам не говорит мне, а должен. Бывает так, что какие-то новости я узнаю от общих друзей. Мне неприятно это, потому что я как бы в стране остаюсь постоянно. Здесь вы чувствуете себя аутсайдером, вас это напрягает. Но это вопрос, опять же, к вам. Почему вы так болезненно реагируете на то, что остаетесь в стране? Дело не в том, что вы должны, к примеру, оставаться в стране. Дело совершенно не в этом. Я бы сказал, что дело здесь в том, именно, что вы болезненно реагируете на это. То есть вас это задевает. И вот, на мой взгляд, нужно на этот вопрос ответить. Почему вас задевает то, что вы находитесь или можете находиться в стране? То есть как вас это задевает? Чем вас это задевает? Почему вас это задевает? Мне думается, это ваша часть вашей ситуации. Так. Его это бесит, он уверен, что я допрашиваю вечно, пытаясь поймать молчи. Вероятно, он так чувствует. Особенно, если он не уверен в себе. Говорит, чтобы я просто доверил. Но это... Разумно. Я так не могу. Честно, не могу. Почему? До момента, когда он неоднократно наврал, я не была подозрительна. Я сейчас его недоковорки, вечно избегание разговоров. Против, он вечно прячет телефонного всего с собой. Я не думаю про вряд, но мне это подозрительно. Это, опять же, не к вам. Это про ваши страхи. Это про ваши страхи, понимаете? Про ваши страхи, некую идеализацию отношений и самого молодого человека, возможно. Так. Значит, ну тут вы описываете. Я пытался ему рассказать о том, что после инцидента бросил, мне тяжело ему опять поверить. Так это вопрос к вам, что вам тяжело ему поверить, потому что вы пытаетесь в нем найти утверждение. Вы пытаетесь в нем найти опор. Свою опору вы пытаетесь найти в нем. А это ошибка. Потому что вы у себя опор. Вы. Понимаете, вы у себя опор. Не он, а вы. А вы пытаетесь в нем найти опору. Поэтому у вас не получается. Это он делает. Кстати, подобное поведение достаточно сильно давит. Ну, может давить на человека. И, возможно, именно по этой причине мужчина враво. Потому что чувствовал давление. 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 С вашей стороны. Давление, которое выражалось в повышенном ожидании от него. Например. Например. Это только лишь. Пример. Я ни в коем случае не хочу сказать, что так и есть. Я могу ошибаться. Но я очень надеюсь, что вы задумаетесь о тех вещах, которые я говорю. Потому что это важно для будущего ваших отношений. Вы не улучшаете их своими предотврениями и своими вопросами. Особенно. Особенно. Если. А. Вами. К примеру. Было. Уже. Все. Решено. Вот. Если вы уже. Ну, приняли. Какие-то решения. Если вы. Договорились со чем-то. Что. Не делайте вы. Ничего полезного. Себе и молодому человеку. Так. Значит. Он утверждает, что у меня вечно паранойя. Это, конечно, ошибка. Потому что. За паранойей скрываются, как правило, совершенно реальные вещи. Вот. И. За твоей стороны. Он также. Говоря вам. Что у вас паранойя. Еще больше. Ммм. Вызывает. Эмм. Подозрений. У вас. Так что. Эмм. Я ни в коем случае. Эмм. Его. Не оправдываю. Эмм. Не пытаюсь. Его оправдывать. Вот. Эмм. Ну и. С. Вашей. С. Вашей. 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 Элемент. Элемент. Поведения. К сожалению. Вот. Эмм. Поэтому. Я думаю. Что. Ну. Нужно разбирать. И. С. Вашей. И. С. 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 Эмм. Если вы. Хотите. Разобраться. В этом. Если вы хотите. Отношения. Отношения. Свои. Сохранить. Вам нужно. Разобраться. В себе. Ну. В себе. В своих. Переживаниях. Своих. Эмм. Чут. Вот. В своих эмоциях. Эмм. По отношению. К. Мужчине. Вот. Дальше. Что можно. Сделать. Чтобы. Изменить. Ситуацию. Изменить. Как. Не хочешь. Снова. Ему доверять. Для этого. Нужно. Работать. С собой. Своими чувствами. Можете. Как. Объяснить. Нет. Показать. Что. Интересно. Да. Но. Что. Он. Интересен. Вы можете. Показать. В том. Случай. Если. Будете. Ориентированы. На него. Это. Уважение. Личных. Границ. И желание. Что. Либо. Говорить. Дальше. Его. Скрытно. Доставляет. мне. Дальше. Копать. Нет. Это. Перенос. Ответственности. Скрытность. Это. Очень. Такое. Субъективное. Понятие. Вот. И. Кто. 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 Константин. Вы. Э entrepreneurship. Мотивация. Копали. Копать. Копали. Найти. Вот. Что вы хотите. найти. Ну, что вы ожидаете найти. Есть такая игра, называется Попался Сокин Сын, вы можете почитать о ней в интернете. А честь это то, во что вы, на мой взгляд, играете. Я не говорю, что вы это делаете специально. Но, тем не менее. Таким образом, объяснять человеку ничего не нужно. Объяснять. Демонстрировать, да. Ну, согласитесь, что демонстрация и объяснение это совершенно разные вещи. Так вот, так вот. Давайте и отделим. Отделим. Одну от другого. Так, чтобы вам одно не мешало реализовывать другую. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешит. Продолжение следует... Продолжение следует...